хоба всем здарова с вами как всегда ваш дорогой братишка и мы с тобой продолжаем смотреть серию разборов по скибеди туалетом да ребята это прям такая волна хайпа серьезно весь youtube уже вот я как и предвещал ребят вот честно скажу я один из первых именно реакцию снял на скибеди и там просто все уже просто все сняли в общем они победили сюжет скибеди туалет но я так понимаю это уже ребят последней серии вот который мы уже помним мы знаем что там происходит там уже пошел заражение там реально жестко там реально жестко на самом деле интересен сюжет поначалу реально ты думаешь там трэш какой-то нет ребят это офигенно это правда офигенно интересно чем все это закончится погнали смотреть бери вкусненькое оригинал в описании очень понравилось у автора за это время вышли новые ролики которые очень интересные поэтому я решил совместить разбор сюжета и теории буду по ходу видео предлагать и анализируйте происходящее сегодня будем разбирать с 27 по 31 серию а перед тем как начать поставь лайк и напиши комментарии если хочешь продолжение также рекомендую подписаться на мой телеграм-канал и ссылка будет в описании как мы помним закончил все в прошлый раз на появлении радио мэнов и радио мэна титана кто не помнит или не видел советую посмотреть мой прошлый ролик с разбором сюжета начинается 27 серия с того как два маленьких камерамена заезжает в какое-то полузаброшенное здание скорее всего это камерамены разведчики и маленькие они потому что надо быть скрытым и пробираться в узкие проходы такие как вентиляция они видят снизу комнату с множеством скибедистов те что-то обсуждают между собой и тут к ним врываются агенты двух видов я не знаю чем они там занимаются реально ты просто посмотри какая толпа да они врываются и спокойно просто я вот на этом моменте вообще думал что все скибеди туалет вообще не покажут себя нет они вообще ничтожество их просто смываешь но нашего вовремя спасают как всегда между прочим расскажу мою теорию о том что мы сейчас увидели видимо радиомены очень сильно повлияли на исход битв со скибедистами и те стали проигрывать да так что по сути им остается только прятаться в подвалах и нежилых зданиях и кстати как по мне очень скучно просто сидеть и общаться намного лучше было бы если бы они изобрели устройство которое позволяет им играть в игры например как телефон у людей недавно я заметил на нем очень интересную игру так то наверное реклама будет уже вовсю играю игра называется грандс мобайл это многопользовательская онлайн игра я не представляю если бы скибедистов это играли конечно это просто капец интересно вообще скибедисты токсичные не видите больше всего просмотров типа больше всего кто пропускал рекламу вещь это да очевидно сейчас агенты пытаются добить оставшихся бы лицов и следующая серия только подтверждает мои догадки тут такое чувство что уже какой-то завод по созданию их серьезно вот чисто задумайся если в начале ну мы понимаем это логично обычных людей превращали в скибедистов да они там кушали на туалетах и бац они превращались это в принципе более-менее логично скажем так но тут откуда такие большие туалеты как они вообще кто только создает наш камерамэн прогуливается и такие головы осматривают помещение где еще могли бы засесть скибедисты и тут встречается множество больших особей по всей видимости их предводитель темный скибедист со шляпой они что-то обсуждают видимо план контратаки на агентов и тут они замечают нашего камерамена но его спасает радиоман титан который с легкостью справляется с большим количеством скибедистов лишь при помощи лазера и одного шлепка это еще один сильный удар по скибедистам даже сложно представить как они могут выбраться из этого положения и начать уже выигрывать им очевидно нужна какая-то очередная разработка и даже не одна чтобы противостоять агентам в следующих сериях нам начинают их показывать 29 сразу говорю там вот сейчас начинается просто какая-то жесть потому что я вообще не уже не верил уже не верил в победу их и ты поглядишь это серия начинается с того что агента отдыха доминируют чисто на них сидят городе видимо битвы в нем уже закончились остатки скибедистов прячутся по подвалам мы видим множество уничтоженных скибедистов радио религию скибедистов которая основана на первом скибедисте просто наблюдая возможно потому что у него намного меньше свободы воли чем у других камера мэнов а большой радио мэн читает книгу но не обычную а с изображением первых скибедиста скорее я кстати вообще не замечал ты погляди реально и как он видит блин как он вообще видит секундочку он изучает религию скибедистов которая основана на первом скибедисте а возможно это намек на что-то более глобальное на улице появляется очень странный скибедист причем никто не увидел как он появился практически в упор к агентам а лишь услышали его звук и обратили на него внимание по белым глазам и странной речи могу точно сказать что он разработку ученых скибедистов большой радио мэн с книгой подходит к нему не опасаясь и тут скибедист флэш будем его так называть сносит ему колонку с головы потом берется за остальных им тоже сносит именно голову заканчивает нашим оператором ну это естественно капец да вот так вот это новая разработка скибедистов чтобы начать одерживать победы над агентами скорее всего это один такой экземпляр так как сделать подобное очень сложно мы сами видим как скибедист флэш еле-еле сдерживает свою силу и дергается он также хрупкий из-за того что на нем буквально надеты высокотехнологичные устройства и надо лишь ударить и он сломается но сделать это с его скоростью очень сложно также почему он ломает именно головы скорее всего потому что камерамены могут передавать информацию которую видят остальные это также стало понятно по прошлым двум сериям когда сначала появлялись камерамены разведчики а потом и остальные агенты а что насчет радио мэнов почему он им сносит голову дело в том что скибедисты не любят музыку радио мэнов следующая серия начинается с того что двух камера мэнов взяли в плен скибедисты они чисто зубами просто держа агентов видны камеры которые остались от других агентов комнату заходит очень странный скибедист ученый и цепляет свое новое изобретение затылку большого камерамена этот начинает бить союзника но если честно это да это прям это жесть ну по факту это тоже легко очевидно как бы скибедисты маленьких паразитов что камерамены не могут заразиться стать скибедистами из-за того что у них нет головы эту теорию я рассказывал в первом видео и видимо она сбылась теперь они научились делать это и снова могут побеждать в битвах кстати скорее всего скибедисты долго пробовали заразить камерамена это понятно по сломанным агентам которые разбросаны по комнате еще вопросы возникают о скибедисте ученым он явно умнее прошлых ученых которые были нам показаны ранее он больше имеет приспособление в виде руки для создания чего-либо я могу с полной уверенностью заявить что именно он создал скибедиста флэша так как технологии на нем и ученым очень похожи также понятно как работает паразит который заводевает телом камерамена мы видим как он протягивает нечто наподобие проводов к затылку иначе какого-то комара похоже ребята лето началось лето началось надо их вот так вот так вот давить и контролировать тело видимо у агентов главное это все-таки голова и не зря у скибедистов получилось именно с большим камерамена потому что как я говорил ранее у них меньше развита свобода воли не угрожает детали в последствии связаны с это вот идет ля бархатные тяги вообще не говорит только отдел он даже пройтись у них не заработки скибедистов на агентов начинают радовать не только старые разработки виде пауков но и зараженные агенты у скибедистов собралось их уже целая армия но что главное я заметил так это то что в толпе там еще колон колонка то есть я думал они колонок может не могут заразить могут его майны видимо скидан а скибедисты их научились брать под свой контроль а скибедистам даже драться не надо они просто наблюдают пока агенты будут сражаться друг с другом до последней серии вышедшие на данный момент мы видим а я кстати не видел я не видел давайте поглядим им что агенты вовсю сражаются с кибедистами и зараженными агентами появляется новый странный скибедист с двумя лазерами но не как у джемена из глаз а из специальных установок тут на помощь агентам пролетает радио мэн титан но во время сражения на титана незаметно для него падают вас кибедиста паразита офигеть погоди реально они еще видела небольшие эти паразиты вот одного он убрал а второй все-таки зараза присосался вот реально как летом комары а слушай это просто жесть это просто жести понимаешь это это просто какая-то жесть я не думал что до такого дойдет ну то есть как бы я думал маленьких ну могут заразить но титана ю май ю ю кошки афиг по мне все это изначально был план скибедиста ученого для выманивания титана он специально сделал одному из кибетистов лазеры чтобы на него обратила внимание главные силы агентов также ученый догадался что одного скибедиста паразита может не хватить и специально послал двоих теперь агенты скибедисты поменялись местами и уже агентам надо что-то придумывать как победить скибедистов и мне очень интересно что это будет а на этом пока все если хотите продолжение то ставьте лайк и пишите комментарии также напоминаю про мой телеграм-канал всем пока ну что же друзья ссылочка оригинал будет в описании ставьте реально лайкосики слушай но он хорошо прям замечает вот деталь вот серьезно и честно скажу я даже не я реально вот поначалу вообще не думал что такое будет разворачиваться но погляди просто гляди то туалеты реально терпели терпели и бац сейчас уже капец ну а за кого ты за радио мэнов камера мэнов или в виде туалетов напиши в комментариях напиши бай бай дорогой братишка